Всем привет, друзья! Я часто в комментариях вижу такой вопрос, как подростку увеличить рост. Судя по нашему нынешнему поколению, я думаю, что у нас такой особой прям проблемы нету с ростом у детей, потому что, когда я приходил в школу на практику, то я шел вот так и смотрел, хе-хей, ребята, что за лес тут, я не понимаю. Девятиклассники выше меня просто на голову, на две головы идешь и вот так просто смотришь вверх. Какие у вас проблемы? Но если у вас есть проблемы, то мы сейчас об этом хорошенько и подробно поговорим. Поехали! Все мы знаем, что для хорошего роста, бурного роста, организму нужны все полезные вещества. Это углеводы, белки, минералы, витамины и так далее. Если их не будет хватать в организме, то вы не будете расти, ну, либо будете расти, ну, очень плохо. Для этого нужно хорошо питаться. Если вы хотите раститься, диета и скудное питание могут вам этого просто не позволить, и поэтому вы должны питаться такой пищей, в которой белок, углеводы и то, что я выше уже перечислил. Организм должен полностью получать все эти вещества, которые необходимы для его роста, особенно белок, потому что белок это самый главный строитель наших мышц, костей и так далее, кожи и все остальное это белок. Мы состоим в большинстве случаев из белка, потому что белок это строитель нашего организма, просто как кирпичи. А вот теперь мы подробно рассмотрим, какие витамины нужны для того, чтобы наш организм рос. Первый и наиболее важный витамин это витамин А. Витамин А содержится, например, в морковке. Как в детстве обычно говорили, кушай морковку, иначе расти не будешь. И это стопроцентная правда. Например, чтобы витамин А хорошо усваивался, то есть морковь, нужно употреблять ее с маслом, сметаной, можно делать морковный сок и добавлять чуть-чуть сливок. Так витамин А будет гораздо лучше усваиваться в вашем организме. Источники витамина А растительного происхождения это также зеленые и желтые овощи, например, шпинат, морковь, болгарский перец, тыква, бобы, это горох, фасоль, соя, также фрукты, персики, дыни, арбуз, абрикос, виноград, яблоки и черешня. Это все нужно обязательно кушать, и без этого организм просто не будет расти, потому что фрукты, овощи, это очень важно. Источники витамина А животного происхождения это также рыбий жир, икра, печень, говяжья или индейки, молоко, сливочное масло, сыр, творог, сметана и яичный желток. И, кстати, чтобы хорошо расти, вам нужно кушать витамин Д. И витамин Д, кстати, содержится в большинстве из тех продуктов, которые я перечислил выше. Это рыбий жир, икра, печень, говяжья, индейки и так далее. Но также витамин Д содержится и в петрушке. Также, если вы намерены вырасти, то вам нужно обязательно употреблять в своем рационе цинк и кальций. Цинк ускоряет рост, а кальций также очень хорошо помогает и стимулирует ускорение роста, именно потому что кальций содержится в наших ногтях, костях, волосах и так далее. Но самое интересное, знаете что, что все перечисленные выше элементы вы можете получать из обычных таблеток, которые продаются в аптеке. Это минералы, витамины и так далее. Есть много, очень много, огромное количество комплексов минерально-витаминных, там смешанные и так далее. Вы можете это все посмотреть в аптеке, узнать и употреблять. Итак, с минералами и витаминами мы разобрались. Теперь перейдем к спортивным действиям, которые помогут увеличить ваш рост. Первое и самое распространенное это баскетбол. Большинство людей советуют заниматься баскетболом, если ребенок, ну либо там человек вообще хочет вырасти, да. Ну конечно человек уже после 25 уже никак не будет расти, а вот если до 25, ну скорее всего до 20 я бы сказал, если человек хочет вырасти, то нужно заниматься баскетболом, потому что в баскетболе обычно тянутся вверх, да, пытаются прыгнуть вверх, пытаются забить мяч вверх и так далее. Из-за этого тело устремляется вверх и растет. Второе, наша тема это турник. На турнике можно просто висеть, если вы не умеете подтягиваться, не умеете отжиматься на брусьях и так далее. Вы можете просто висеть на турнике. По 20 секунд с передышками висите каждый день по 5 подходиков, каждый день, и у вас будет идти рост, я уверен, если вы, конечно, будете употреблять все витамины, минералы и так далее. Если же вы уже занимаетесь нормальное количество времени на турниках и брусьях, то и занимайтесь дальше, потому что турники и брусья – это те упражнения, которые помогают вытянуть наш позвоночник, тем самым увеличивая наш рост. Следующее – это растяжка йога. Растяжка йога очень хорошо помогает увеличить рост, потому что эти упражнения направлены на вытяжение нашего тела. Благодаря тому, что мы вытягиваем наши мышцы, сухожилия, это стимулирует наш организм к наибольшему росту. Следующее – это здоровый и крепкий сон. Как говорили наши бабушки и дедушки, когда ты спишь, тогда ты растешь. И это правда, на 100% правда, потому что во время сна выделяется такой гормон под названием самототропин. Этот гормон вырабатывается в организме каждые 3-4 часа, и самый пиковый рост этого гормона, выработки этого гормона приходится на первые часы сна. Поэтому, если вы хотите вырасти, то никогда не пренебрегайте крепким и здоровым сном. Ну а также одно из самых важных – это правильная осанка, потому что неправильная кривая спина, неправильная осанка съедает где-то 5 см нашего роста. И если вы будете держать осанку прямо, то она не только выпрямит ваши 5 см вверх, да, а также будет укреплять спину, и в дальнейшем вы будете всегда ходить прямо и с ровной осанкой. И теперь, наверное, самое важное, что нужно исключить. Первое – это обувь на ровной подошве, потому что обувь на ровной подошве вредна для нашего позвоночника, из-за этого нарушается все – наша осанка, наше положение тела и так далее, и мы перестаем расти. Второе – это сидячий образ жизни. Меньше нужно сидеть на диване и больше заниматься физическими нагрузками, потому что физические нагрузки развивают наше тело. Третье – это нужно исключить работу со штангой и тяжелыми весами. Те упражнения, которые дают нам вертикальную нагрузку, то есть вот это, да, которые дают на наш позвоночник, их нужно обязательно исключить, потому что у подростков не сформировавшиеся кости, костный скелет, и поэтому вы не будете расти. И последнее – курение алкоголя. Его нужно обязательно исключить, потому что если вы подросток, то у вас организм из-за этого не будет расти. Курение алкоголь уменьшает содержание кислорода в крови, а также увеличивает содержание углекислого газа. И тем самым убирая из нашей крови все нужные нам элементы – минералы, витамины и так далее. Этот углекислый газ просто сжирает все необходимые для роста элементы. Нормальный рост подростка зависит от множества факторов. Если у вас есть с этим проблемы, то постарайтесь использовать мои советы, вышеперечисленные указания, которые нужно сделать, и делайте, соблюдайте эти указания, и у вас будет рост. Я надеюсь, что эти советы были вам полезны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие видео хотите увидеть еще. И увидимся в следующем выпуске. Пока!